Спорт-марафон представляет Лыжи-снегоступы Надувные лодки вроде бы Каракаты Слайдинг сноушес Лыжи-ступы, снеголыли С собакой водно-лыжный поход Мандебо В кошках, как каяк Дутики Снегоход Дракол Кайты Финские сани Буэры Со своим пёсиком Коньки Пулк Мандебасы Зимний кемпинг Велосипедов Подкаст об аудоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого Спорт-марафон Аудиоверсия Всем привет, это Артур Ахметов Вы любите магию цифр? Я тоже Сегодня 111-й, это 3 единицы Выпуск нашего подкаста в целом И 77-й, это 2 семёрки Выпуск в этом году Грех? Снова не поболтать о чём-нибудь И в этом выпуске попробуем разобраться во всех различных способах путешествовать зимой Если вы не знаете, что такое волокушинг, мандебо или лыжеступы То выпуск точно для вас А если в этих словах для вас нет ничего нового и романтичного То вы можете просто послушать и написать в комментариях о своём опыте зимних путешествий Сегодня у меня в гостях мой брат, эколог, фотограф, путешественник Тимур Ахметов И человек, которого можно было бы не представлять Вы узнаете его по голосу Но всё же скажу Сергей Савельев Тимур и Сергей много путешествуют зимой И готовы поделиться своим опытом с вами Если у вас остались какие-то вопросы Пишите их в комментариях Или мне на почту Мы здесь в студии Спортмарафона Сегодня хотим записать подкаст Я вас пригласил, чтобы вы рассказали мне, человеку Который вообще не представляет, что такое зимние путешествия Потому что для меня единственное зимнее путешествие Есть это сесть в самолёт и улететь в какую-то тёплую страну Но в последние два года эта тёплая страна называется Краснодарский край А так я почти не представляю, зачем зимой, когда холодно Выходить из дома и куда-то идти А главное, какими способами это можно сделать И вот сегодня хотелось бы поговорить Какие способы путешествия зимой существуют Какие там есть нюансы И что учитывать людям, которые никогда не путешествовали Вот именно в понятии туризма, пешего, лыжного, ещё какого, зимой Какие вообще есть способы путешествовать зимой? Есть масса вариантов Их на самом деле основных популярных Это, грубо говоря, там лыжи, снегоступы, снегоход И какие-нибудь ещё... Ну это в основном одним днём Хотя на самом деле большие экспедиции ездят на упряжках А так-то есть всякие финские сани, буеры Кайты Кайты, да, каракаты и прочее Мандебасы? Не знаю такого слова, но, наверное, это одно и то же Машины на больших колёсах Да, на шинах низкого давления У нас назывались мандебасы Мандебо Каракурты, мандебасы, дутики ещё так называют Ну это такая, по-моему, чистая северная тема Про них мало кто знает вообще Ну почему, на самом деле Ну учитывая, что их делают в Люберцах А, да? Да Ну в Люберцах делают, наверное, трекол Трекол, трекол делают, да Это который с мотором от десятки На шести колёсах Да, он делает всё, делает хорошо, кроме как едет по тундре Потому что настоящий мандебо и мандебас Это собранные вручную По-моему, там берутся внутренняя камера От какого-то большого то ли белаза или ещё чего-то А сама кабина варится руками из какой-то жести Вот, это мандебо настоящий Это трекол этот люберский, это чё? Мы на них на рыбалку ездили на Чкотке Чё там, Тимур, у тебя с волокушингом, я знаю Какие-то особые отношения? Да, я вчера даже одну норвежскую туристку прокомментировал Она пишет, что такое пулк Ну, это пулк сани даже По-моему, финское название, да? Пулка Пулка так и по-фински говорят, и по-шведски, я не знаю Кто слово придумал, не знаю Вот, я там написал по-английски Волокуша Это Пулково, это аэропорт Пулково, да Санкт-Петербурга Ну, Волокушинг это такой, да Тоже самый лыжный туризм Только отойдёшь с Волокуши И мы называем его весёлым словом Волокушинг Тоже можно больше унести и дальше пойти С большей безопасностью, с меньшим напрягом Да, но один минус, ты на лыжах уже не, как бы, не катишься То есть ты тащишь её с собой Когда ты идёшь с рюкзаком, всё-таки у тебя есть ещё момент Когда ты проскальзываешь на лыжах, ну, скользишь И, как бы, ты в итоге за день без Волокуши, по идее, пройдёшь больше, чем с Волокушей Ну, это, конечно, от рельефа зависит Но вот так вот, по собственной практике, с Волокуши мы-то больше проходим, конечно, чем с рюкзаком Ну, просто устаёшь меньше Устаёшь меньше, а мне по-другому показалось Ну, ладно Но по тундре особенно Волокуши — это плоские, пластиковые сани Да, большие, пластиковые В России такие, как бы, продвинутые Волокуши не делают Мы тут пару лет про это думаем Я, на самом деле, даже открою коммерческий тайм Мы даже договорились там с парой фирм об этом Просто это очень такая узкая штука Вообще их делают хитрые, там, кевларовые, там, всякие, какие хочешь И используют их, там, в огромных экспедициях Их можно, там, ронять с торосов, там, и с ними ничего не происходит Ну, даже переплывать, я так понимаю, по лыне можно, нет? Да, есть модели, которые, по сути, их делают на том же оборудовании Волокуши с моторчиком Нет, но там суть в том, что она делается, как каяк То есть на том же оборудовании, как каяк, у тебя, грубо говоря, получается двустенное каноэ Вот такая штука И сверху там, ну, соответственно, такая тентовая ткань, чтобы вещи от снега скрыть Ну, вот, да, для Северного полюса такие дела, действительно Но рот же в качестве волокуши тоже иногда, можно, видите, используют еще надувные лодки вроде бы, нет? Редко Каяки, да, раньше так делали В середине 90-х, там, в начале 2000-х, да, была такая фишка, когда ходили какие-то сложные вещи Там, типа, Патагонское ледниковое плато или там какой-нибудь ледник Малоспина Это в Канаде Или, соответственно, полярные, ну, только на Северный полюс, где полыни Реально брали с собой, вместо саней просто за собой тянули сплавной каяк легкий Да, реально так делали, да Я ходил как-то в поход, и там маршрут был вдоль реки Это было еще раннее лето, где-то начало июля И вдоль реки был прям снежник такой, не растаявший Но он очень долго по всему течению реки практически был Причем, с одной стороны он был, с другой стороны его не было И я тогда, у меня с собой был этот покрафт, потому что у меня там сплавная часть должна была начаться Я его в итоге, мне надоело нести рюкзак Я его надул, все туда закинул и поволок вот так по этому, по снежнику Так делали, ну, я вот видел, там, эти, американцы, они любят на Аляске там всякие странные штуки устраивать В стиле водно-лыжный поход Задорнов сейчас тебя похлопал по плечу Нет, они серьезно любят, вот, и они, ну да, действительно, покрафты таскают, да Ну, мы так вот сразу начали с какого-то конкретного способа Каракурта Путешествовать, да Зимой правильно понимаешь, что в волокушу можно, в принципе, положить весь рюкзак То есть у тебя ничего на плечах не остается Да, конечно На самом деле, очень такая штука, приятная, в плане того, что волокуши сильно разгружают человека по отношению, ну, как бы, к способу движения с рюкзаком Причем, там, например, если вы идете семьей, там, в стиле, папа может в эти волокуши, там, можно набить комплект снаряги Папа моет все, что угодно Все, что угодно, да У него волокуша На выходные, там, сходить с семьей с одними волокушами, мне кажется, вполне реально Ну, то есть, вот, я сейчас должен попробовать, как только снег сейчас нормально укрепится У тебя папа кто? Мой папа волокушер Типа того, да Там, да, только, главное, еще хорошую разгрузочку для спины соорудить, какую-нибудь удобную Потому что все вот эти крепления к рюкзаку, все равно неудобно Она как раз волокушу удобна тем, что у тебя на спине ничего нету И просто у тебя спина не потеет, ничего Ну, а к чему обычно волокуши цепляют? Нормальные туристы к специальному поясу цепляют для волокуши Ну, у меня есть специальный пояс Но, к сожалению, сейчас это в основном, ну, в России, опять же, самоделки Из-за того, что нету практически У нас как бы религиозная доктрина в лыжном туризме, что надо ходить с рюкзаком, да А в Скандинавии наоборот Хотя, на самом деле, можно и так, и так, без разницы Ну вот, а так вообще есть, да, действительно, пояса специальные Или даже такие типы обвязки такой Мне кажется, отличный способ это какую-нибудь завести лайку ездовую Взять для нее шлейку, прицепить к нему закушу Ну, я больше одна она точно не потянет Не потянет Да, мы так ходили, у нас Женя Басов ходил и со своим песиком Ну да, он, песик, помогает полегче Он пристегивал клееру к веревке И еще, кстати, на самом деле, с собакой, кто действительно ходит Прикольно, иногда собаки такие маленькие санки делают Грубо говоря, там лежит их корм, их спальник И они там очень радуются этому Ну, это санки буквально, вот, детские, там, 30-40 литровые, получается Ой, рюкзачок для собаки труднее соорудить, наверное Ну, его можно купить, вот, как раз на собак Почему-то это все есть на людей Есть рюкзаки для собак? Да, конечно, есть, да Да, конечно, все ходят, они же сами таскают для себя еду Разные есть варианты Нет, ну, просто собаки тоже поприкольнее это тянуть Плюс, например, если с ребенком идешь, и особенно что-то несложное Он, когда устанет, еще что-то, он может просто прокатиться Опять же, например, норвежцы, у них фирма есть такая Фил Пулкин, которая делает разные вот эти сани И делает какие-то экспедиционные А делает в том числе для детей конкретно вот эти санки И у них грузовой отсек сзади Либо, соответственно, второй ребенок может сесть И там семьи ходят от приюта до приюта зимой Там буквально, не знаю, там, с 7 месяцев, наверное То есть ты сажаешь ребенка в сани? Да И пошел? Да, пошел, да Сейчас, кстати, очень прикольная штука вышла Есть фирма Hellsport, которая делает крутые палатки, там, спальники И у них амбассадором является 4-х или 5-летняя девочка Мина ее зовут И вот они с папой прославились тем, что они вдвоем сходили какой-то То ли 300, то ли 400 километров зимой, короче, на лыжах Она при этом 400 километров сидела в санях Ну, она где-то в санях, где-то пешочком Там видео очень прикольное есть И, короче, для нее, ну, в честь нее, как бы, сделали спецмодель палатки Lafoten Pro в розовом цвете Очень прикольно выглядит, не знаю Я думаю, маленького размера, да? Не, она... Подросток Полноценная палатка, просто сделали в розовой ткани Очень прикольно выглядит Просто такая палатка, которая ставится наверх этих саней Просто папа тянет палатку, а дочь там... Ну, там папа, я думаю, нормально впрекся, судя по картинкам Так, на самом деле, когда я вначале задал вопрос, каким образом можно путешествовать зимой Я не услышал ответа пешком Никто из вас об этом не сказал Ну, если фиговая зима, то можно пешком Нет, раз я половину лыжного похода пешком прошел Потому что там был, ну, бетон просто И как раз-таки не рассчитал с лыжами Было от волокушек опять Все вокруг волокушек строится То есть от волокушек была большая отдача И очень сильно лыжи назад проскальзывали Вот, и в итоге Ну, там был такой бетон, что я просто их снял И шел нормально Как бы весело было Не, ну, бывает, на самом деле Опять же, вот есть такой популярный маршрут на Южном Урале Да, через приют там В Таганайском национальном парке Ну, там настолько часто ходит снегоход Что местные ребята говорят, что там фактически можно ходить его пешком Но, опять же, если выпадет там снежка Ты будешь тропить и проваливаться периодически в снегоходный след Ну, это так себе удовольствие Нет, можно пойти зимой пока В смысле, вот, как бы, в начале декабря Да, вот до сих пор снега немного в лесу И, в общем, можно ходить пешком Ну, это считается зимним походом, если снега нет Да, конечно Как вообще определяется, зимний поход был или нет Ну, если он с 1 декабря по 30 марта был Значит, он был зимний Ой-ой-ой, по 30 февраля Забывает 30 февраля, Савельев, ты чего? Бывает либо 28, либо 29 Не, ну, на самом деле, либо он календарно зимой Либо он, ну, как бы, проходит в снежных условиях Ну, потому что, например, зимние походы на Чукотке, так будем сказать Да и вообще там, за полярным кругом Зимой это часто и некомфортно ходить А как раз-таки апрель какой-нибудь Уже, считай, не зима здесь И календарно не зима, но там еще самая настоящая зима Но уже хорошие комфортные температуры днем Солнца больше, и поэтому День длиннее День длиннее, да Снег плотнее Тоже, получается, зимний поход, но в апреле Апрельский зимний поход Ну, то есть, пеший зимний поход Это такая нетипичная вещь То есть, если мы говорим о зимнем походе То должна быть все-таки вспомогательная история Типа лыж или... Да нет, это на самом деле, скорее, вот у тебя гости сейчас такие Которые любят ходить на лыжах А вообще нет, почему? Например, ходят в пешие походы на Кавказ Зимой на плато Бермамут, насколько я помню И вот сейчас могу искажать Сейчас туда никто не ходит, сейчас все туда ездят на машинах Ну, там суть в том, что есть, короче говоря, районы горные Где практически не выпадает снега И туда можно ходить зимой Там зимой довольно комфортная температура Ну, типа, там минус 10, минус 15 И можно ходить пешком Или, например, ходят такой... Ну, его как бы ходят на лыжах в Саяны Но там половина дороги, ты идешь по льду, рек И периодически лазаешь там в замерзшие водопады Соответственно, ну, то есть народ туда ходит на снегоступах И ходят в кошках, потому что лед постоянный Опять же, многие внутренние районы Типа в Забайкалии, например Там же есть долины, где реально не выпадает снег Или выдувает его Или выдувает, да Я думаю, что если так вот посмотреть То какие-нибудь... Можно экзотически прикольные штуки сходить Например, вдоль берегов озер крупных на севере Ну, та же самая Ладога, например Или Онега Я думаю, что там во многих местах Возможно в начале сезона сходить пешком Когда лед уже есть, а снег еще сдувается Или не такой толстый А давайте мы попросим наших слушателей Написать в камень Ходят ли они пешком в походы зимой Да, кстати, да, идея хорошая Напишите, ходите ли вы зимой пешком Без вспомогательных средств в походы Так, расскажите мне тогда следующую историю Если мы говорим про лыжи Как основной способ зимнего путешествия То, когда попадаются участки, где нет снега Или идти в лыжах неудобно Нужно ли менять обувь Или современный туристический ботинок В эту лыжу вставляется Я вот не очень понимаю Там есть два варианта Там есть универсальный крепеж В который все что угодно, да, ставится практически Ну да, ты просто ноги выщелкиваешь и пошел Вот А если ты ходишь на специализированном крепеже Ты делаешь то же самое Только помнишь, что есть скоба в креплении Которую можно теоретически сломать Ну, то есть, если ты решил там бить с размаху ногой Там по перемерзлому курумнику, да Или что-то типа того, да Пошел свалить дерево Да, да, да Ну, в принципе, я, например, в лагере не снимаю лыжные ботинки Ну, скоба там тоже, надо сказать, что там толстая Ну, термоядерная вообще Толстая, да Не, ну сломать все можно Не такая скоба, как используется на беговых лыжах Только раза в три, наверное, потолще Толстая, но все равно, да Там надо аккуратно И особенно, когда ты где-то скальные участки Уже начинаешь проходить Думать надо о скобе Из-за этого часто технически сложные походы Лыжные У нас же любят как бы такую штуку Как, по сути, это горный туризм на лыжах Получается Одна из причин на это Ну, почему так делают Ходят на скитуре Потому что ты в пластиковом ботинке Вот его уже сломать Ну, очень проблематично Для того, чтобы он больше не вщелкнулся В твой крепеж обратно А так, ну, вот я знаю Вот опять же, в те же самые саяны Часто идут в чем-то А каскады эти лезут Берут там пластиковые ботинки Или там технические ботинки горные Ну, это такая Это как бы, с одной стороны, узкая вещь То есть, может быть, слушатель Который первый раз там решил Вообще лыжи надеть в поход Для него это, конечно, шок Но так Это довольно рядовое явление Ты вот упомянул скитур А когда лыжный поход Начинает называться скитуром? Есть какая-то граница четкая Или все-таки там вот Все это очень перемешано? Мне кажется, скитуром Это начинает называться В двух вариантах Либо когда у тебя комплект Собственно, физически скитурный Либо когда это подъем С целью красивого спуска Ну, или это происходит В таких сильно пересеченных горах И логика маршрута именно вот горная Ну, то есть, с перевалами Там, с траверсами Со всеми делами В обыкновенном лыжном туризме Который не стоит сходу называть скитур Тот же же и спуски Да, и довольно крутые Но именно логика разная Скитур это же Это горнолыжное снаряжение Это горнолыжный Да, это горнолыжный Там пластиковые ботинки Специальные скитурные Которые либо сгибаются Настраиваются в режиме катания Либо ходьба То есть, в режиме ходьба Они у тебя сгибаться могут В режиме катания Они становятся жесткими И не сгибаются И также скитурные Это специальные крепления Опять-таки, которые При спуске Ты у них фиксируешь Свой жесткий ботинок А при режиме ходьба У тебя пятка не фиксируется И ты у них идешь Та же техника Как и в обычных туристических лыжах Ну, это на самом деле Разница между скитуром Скитуром И вот таким походом На туристических лыжах Такая же, как между Пешим и горным походом То есть, это те и другие люди Могут одновременно Находиться в одном и том же районе Я думаю, что если Пойти там на какую-нибудь В любую часть Урала Или, например, пойти там В Саяны Да, можно пойти Лыжный поход То есть, ты пойдешь 70% по долине А 30% это будут Какие-то склоны Преодоления перевалов А там же можно взять С собой скитурный комплект И ходить вверх-вниз Радиалки кататься Да, там с хребта И так далее Это просто вот Что ты хочешь Больше походить Или больше покататься И повзбираться Смысл скитура Это все-таки Ты идешь Потом спускаешься Хотя сейчас народ На скитурных комплектах Вон начинает Дубасить какие-то Тоже большие Длинные походы Ходят, ходят Но опять же Тоже такая штука Что есть две школы Этого дела Да, есть скандинавская школа А есть такая Центральная европейская И нам исторически Досталась Центральная европейская школа Как ни странно И у нас действительно Ходят длительные походы На скитуре А скандинавы, например То, что уже большинство Пошло на скитуре Они нормально ходят На баконтрейных лыжах Туристических И чувствуют себя отлично Я думаю, что это вот Грань очень размытая, короче Но обычно Когда тебе предлагают Пойдем по скитурям Или пойдем сходим В лыжный поход Ты конкретно Вот в сознании Своем понимаешь Как это будет выглядеть Будешь ли ты смотреться круто Либо ты будешь смотреться Страдать Мне кажется, что В скитуре-то Ты идешь высоко А в лыжный поход Ты идешь далеко Ну и есть, соответственно Ситуации Когда они Никак не применимы Ну то есть Пойти в Арктику Или в Тундру На скитурном комплекте Ну это можно Просто упаришься Упахаешься Ну это не нужно И то же самое Я уверен, что Я сейчас На своем комплекте В полной Себе схожу Любой скитурный Маршрут в поляне Вопрос только в том Что наверх будет нормально А на спуск Я, конечно, буду Жалко довольно смотреться У тебя сколько серий Снято по школе? Шестнадцать Шестнадцать Вот семнадцатая серия Будет бонусная Бонус Скидур на Туристических лыжах Да Еще вернемся, кстати, к этой теме Именно Школу зимнего туризма Сейчас Хотелось бы спросить Последнее время Достаточно часто Слышу Слово Снегоступинг Такая Не знаю Мне кажется Достаточно новая Для нашей страны История Или я заблуждаюсь Просто я раньше Никогда не слышал Откуда пришла вот эта штука Снегоступинга к нам И что собой представляет Современный Снегоступинг Есть ли вообще Современный Снегоступинг С какой школы пришла Пришла к нам Снегоступинг С центральной европейской Да, да Я думал, ты сейчас скажешь Это в какой школе Ты работал Учителем географии Красносельский район Вот, да Оттуда и пришла Я, кстати, сегодня В магазин Спортмарафон Я там видел Какие-то гигантские Снегоступы просто Ширину, наверное, сантиметров Ну, я не знаю Сорок они, что ли Ну, не сорок Они 30, по-моему Ну, вообще Снегоступы Исторически Их тоже там Два варианта Как применяли Да, это применяли Для охоты И всяких бытовых нужд Кто применял Их применяли Северные народы И на территории России Это Восточный Сибирь И применяли С другой стороны Да, проливы Так сказать Это, соответственно Североамериканские индейцы Да И эта штука Адекватна Когда тебе Не нужно ходить На большие расстояния Нужно ходить По крутому рельефу Или Непонятно Вообще Нужно тебе движение по снегу Или нет У нас Снегоступы В основном Применяются Вот так вот Массово Мне кажется Именно в горном туризме Как ни странно То есть Это как раз Желание продлить Или рано Открыть сезон в горах Хотя на них Можно ходить По средней полосе Вообще По равнине И тоже получать От этого удовольствие В метро На них можно ходить? В метро Да, один раз Все можно Вопрос в том Что на снегоступах Не нужно учиться ходить По делу И любой угол И все И пошел Ну, практически Ну, по большому счету Снегоступы Представляют собой Можно назвать Насадка На любую обувь Которая увеличивает Площадь твоей стопы Грубо говоря И ты не провалишься в снег Да, надо понимать Что, правда, они же не волшебные В том смысле Они все равно Не будут так держать Как лыжи Никогда Ну, и просто тупо Из-за площади Да, но хотя Вот эти вот Огромные снегоступы Это как раз Канадские снегоступы Вот в Канаде Вот это очень развито И в США А сколько они весят? Тяжелее, чем лыжа Снегоступы Ну, сравнимо Вот сейчас боюсь С цифрами оперировать Мне кажется Плюс-минус одинаково Там же техника такая Что ты их не поднимаешь А протягиваешь Вперед тоже По сути дела На них идешь тоже Можно сказать Как на лыжах Есть же еще Промежуточная фаза Между снегоступами и лыжами Лыжеступы? Да, да Снеголыжи? Да, я так чувствую Да, что это хорошо Слово зашло До лыжеступы Короче, есть такой Английский Ну, собственно Американский термин Sliding snow shoes Или они говорят Ski shoes То есть это вот Ни лыжи, ни снегоступы То есть это короткие лыжи С интегрированным камусом Которые, короче Не скользят Не дают такой Отдачи бодрой Небольшой длины И большой ширины И под универсальные Они сразу с универсальным креплением Вот у нас есть Сейчас конкретно Этот Sport and Free Walk Вот это вот модель Вот это самое Лыжеступы Очень прикольная штука На самом деле Если вспомнить Классические охотничьи лыжи Которые подбиты Там каким-то Лосиным камусом Вот это они и есть Они реально скользят И как бы на них Ну они легкие Там долго живут Их не надо Смолить там вот это все Ну вот эти снегоступы Они реально используются Под какие-то там Однодневные Локальные выходы Или все-таки есть примеры Когда люди на снегоступах Прям уууу И семь дней Автономочки Ходят конечно Много ходят И по северам у нас ходят На снегоступах Просто во-первых Опять-таки под снегоступы Не нужно специальное снаряжение Как под лыжи Тебе нужны лыжи Ботинки Крепления Палки Снегоступы наверное И дешевле стоят Наверное скорее всего Ну палки да Тоже там Желательно Не ну в целом Получается Грубо говоря Лыжи с универсальным крепежом Чуть дороже Чем снегоступы Ну на лыжах Надо еще уметь Более-менее Ну конечно Не так что Прям супер Мне кажется вообще Я почти уверен Что 95% Там все это правда Что популярность Снегоступинга В России Растет за счет того Что никто не умеет Ходить на лыжах Потому что Климат меняется Да В центральной полосе Да Нет физкультуры на лыжах И как бы Лыжи начинают народ пугать То есть Ну вспомните Да там Грубо говоря Физкультура на лыжах По-нормальному была Наверное там В начале 90-х А дальше все теплее Я застал еще Ненавижу эти уроки Я уже не застал А те кто родился В 90-м году Сейчас им 30 лет То он уже там Ну плюс-минус Успел там Родить своих детей Он сам не умеет Ходить на лыжах И его дети Как бы У них это не является Семейным спортом Среди моих знакомых Не туристов Скажем так Средний возраст Московской лыжни Наверное Немножко другой Да Почти никто На лыжах Не ходит сам А с детьми Не ходит вообще никто Лыжи сильно удобнее Но поскольку на них Никто не умеет ходить И боится То начал расти Снегоступинг Хотя Снегоступинг Точно есть преимущество Это прикольная штука И он там умеет Снегоступа По очень крутому рельефу Ходить И по ледникам Можно прогуляться Да В начале сезона Там или в конце сезона В горном походе И брать кстати У нас так иногда делают Но редко А скандинавы например И канадцы Вообще прям В полный раз так делают Берут с собой В лыжный поход Когда идут с волокушами Пару снегоступов Для того чтобы Можно было расширить В более крутые склоны лезть Или в лагере Работать в снегоступах Короче это тоже нормальная тема Да Горные походы Зимние Зачастую без снегоступов И не получится В том же самом Сочи Например 1500 Идешь по лесу И ради там Каких-нибудь 300 метров Вершины И предвершины Тащишь с собой Снегоступы Чтобы потом надеть Как линия снеговая пошла Надеваешь И пошел уже в снегоступах Потому что так Ну да Будешь проваливаться там По колено По поясу Да Кстати для забросок В пещеры В пещеры же зимой часто ходят Потому что уровень воды падает Тоже для заброски Нужно на плато забраться Там снег Вот И тебе нужно там Таскать наверх Эти спелеотрансы Эти набитые веревкой И прочим Ребята берут снегоступы Ну я терпеть не могу снегоступы Прям вообще Вот мне прям вот колбасит Снегоступ Не то что не люблю Но я просто вот Вот не втыкает меня вот эти Честно говоря У меня не очень большой опыт Правда хождения Но я как-то вот Ну не знаю Надо в горы что ли Сходить со снегоступами У меня на работе есть Я на работе довольно часто Хожу в снегоступах Там погулять То есть мне хватает Вот это Чтобы сюда приезжать Где-то здесь еще Потому что народ Тоже ходит в походе Какие-то снегоступы Я такой Не можно без снегоступов Ты считаешь Что это такая Несерьезная история Просто Не серьезно Она меня просто не вставляет Вышла погулять Просто видишь У тебя два лыжника сидят Поэтому Так и такая штука Надо позвать сюда Снегоступера А вот эти вот Как раз лыжеступы Коротенькие лыжи Вот это прикольная тема Для того чтобы Во-первых Как сказать Снять психологический барьер Потому что ты идешь на лыжах Мне кажется Эта штука должна Вообще развиваться В прокатах Во всяких там Потому что ничего Не надо уметь Убиться на этих лыжах Тоже проблематично И они короткие Они в одной ростовке Делаются как правило То есть там ростовка 125 сантиметров И это может носить И какая-нибудь Легкая девочка Ростом 140 Ей будет потяжелее Но это все еще возможно И здоровый мужик А ему будет он Грубо говоря То есть просто вопрос будет Это будет больше считаться Как лыжи или снегоступы Кристина Потапова И Антон Жилин Так вот именно В такой комбинации Как раз с Кристиной Правда вот мы пробовали Одни и те же Эти лыжи-ступы Нормальные совершенно И мне ей заходит Разница в массе У нас два с половиной раза Раза, да В росте Не помню сколько Ну тоже нормально Блин, я придумал Сейчас крутой ивент Не знаю Проведет ли его Когда-нибудь Спорт-марафон Но я скажу В этом подкасте Вдруг это когда-то будет Зимний регби На лыжи-ступах Ну мы на самом деле Думаем провести Зимний аутдор-фестиваль И там будут и лыжи И снегоступы И все Надо придумать Либо футбол Либо регби На снегоступах Вот это точно Можно биться А не с кантами еще Вот это конечно Прямо мне кажется Реально крутая штука Идея которую Я вообще хочу донести Что в принципе Зимний поход Так же как и любой поход Степень его суровости Можно самому отрегулировать То есть большинство людей Которые в мире Себя считают туристами Хайкерами Трекерами Они не ходят Какие-то запредельные вещи Они ходят на выходные Ходят одним днем в гору Еще что-то такое И зимой надо наслаждаться этим Надо ходить одним днем На лыжах Ходить одним днем На снегоступах Ходить с одной ночевкой Да там Посидеть у костра Зимой Это и прикольно И не прикольно Например Ну в смысле Что короткий и световой день В этом мне зима Очень нравится То что вот мы сейчас С друзьями там Выходишь на пикник На один день Посидеть просто у костра В лесу Поесть мясо там И темнеет в 4 часа дня И вот эта вся романтика Которую ты ждешь летом Это все в 2 часа ночи Так темнеет Здесь темнеет в 4 часа дня И ты внутри одного дня Получаешь как бы И дневное Да Когда солнышко И ний И расфокус Через сосульку Да И вечером Когда костер И все дела Это все в пределах одного дня Мне кажется Это круто зимой Прости Расфокус Через сосульку Ну какая знаешь Сосулька Из этого подкаста Мы узнали Что Сергей романтик Еще и фотохудожник что ли Странно Что про фотографии Он сказал А не ты Надо попробовать Этот прием Мне кажется Самая вообще попса У тебя есть фотки С расфокусом Через сосульку Мне кажется есть А где сосульку-то Такую найти Такого размера Ну легко кстати Вот Еще такая штука Которую мы тоже Не упоминаем Это коньки Действительно же Можно на коньках Ходить зимой Коньки сейчас Вообще очень популярны Последние года Два или три Началось Бум И все на Байкал Вон Группа за группами Сейчас на коньках А самое главное Что это можно делать В любом регионе Нашей страны В конце ноября Там везде по-разному Ну у нас в стране Везде есть Бесснежный Холодный период Все что севернее Наверное Волгограда Мне кажется Это именно озера Это озера Это какие-нибудь Протоки Реки Сейчас вот смотрел С утра там Ребята Конструктор северовский Постил Как они по речке Как раз прям В черте города На этих На коньках катались Ну уже лед встал Какие-то затоны Я не знаю Причем там Такая штука Что можно Тоже постепенно Наращивать Как сказать Уровень романтики И удаленности Можно пойти на свой Любимый пруд Рядом С дачей Или небольшое озеро Которое встанет Замерзнет первым Ну вот недавно Дзержинки С карьера Были фотки В инстаграме Там высыпало Куча народа А через две недели Например Когда их уже засыпет А ветер так или иначе Есть Можно ездить По большим водохранилищам И еще можно Застать такую штуку Что заливы В водохранилище Уже замерзли А центральная часть Водохранилище Нет И ты можешь ехать Реально десятки километров Вдоль кромки льда То есть ты едешь На коньках По припаю Ну не по припаю Конечно А ты едешь Именно по глубоким Заливам водохранилищ При этом видишь Открытую воду Ну это такое Ветренное должно быть Место Чтобы снег Выдывался Ну оно так или иначе Будет ветреным Да Надрский лиман Допустим Под это не очень подходит Хотя его там много Торос и метр снега Над льдом Байкал-то кстати Там в каких-то Определенных местах Катаются на коньках Или он весь чистый Точно не весь чистый В основном Он происходит в марте Насколько я знаю Это больше относится К южной части Байкала Опять же Торосы там Действительно встречаются Байкал просто Это вообще такое место Куда вообще нет повода Не поехать А вот эти вот вещи С коньками Они и в Карелии И говорят Да где угодно Причем туристические коньки Именно не вот обычные А там же длинные полозья Средний размер Полозья в порядке Там 45-50 сантиметров И это значит Что ты меньше устаешь Когда едешь На большие расстояния Сильно меньше устаешь Вторая фишка Нестабильней И если лед неровный Рябь какая-то Или еще чуть-чуть Лежит снежка Но все еще На коньках ты едешь Вот эти коньки Они позволяют Дольше и географически И во времени сезона Вот проводить на льду Это прикольная штука очень Они же там тоже По-моему К обычной обуви Они есть универсальные К обычной обуви А есть под NNN Либо NNNBC Но того же стандарта Что и туристические лыжи Например Или ваши беговые лыжи То есть можно На одних и тех же ботинках Ходить в лыжный поход А на нижних ходить на коньках Если наши слушатели Имели опыт путешествия На коньках Расскажите в комментариях Где вы это делали И где на Вайкале Это можно делать Ближайшее место К Москве Это Шатура Где можно круто Покататься на коньках Там озеро святое Прямо в городе И вокруг него Там есть серия торфенников Они мелкие И они быстро замерзают И там ты едешь По этим торфенером картам Заросшим То есть там такие Грубо говоря Как просики ощущаются И между камуша Ну такое вообще Очень романтичное Ну следует понимать Что где камыш Там может быть хрупкий А или они промерзают До дна Да ну там буквально Там карьеры бывают Размером 2 на 2 километра А глубиной 30 Там 50 сантиметров Он промерзает сразу Мы говорим именно же О походе Не то что Покатался на коньках А пошел И где-то поставил палатку Еще И все можно совместить На коньках кстати Волокуша Не работает Нет работает наоборот Во-первых Все катится будет хорошо Она будет легко скользить Во-вторых Я не представляю Как на коньках С рюкзаком вообще В принципе можно С 100 литровым Ну да Так что наверное Там только волокуша Интересно как она будет Останавливаться Не вот Я как раз хотел сказать Там главный прикол Ее остановить Это надо открыть Правила дорожного движения И почитать Что в зимний период Транспортировка Транспортных средств Производится только На жесткой сцепке Ну жесткая да Она как раз таки В лыжном туризме И используется жесткая сцепка Для того чтобы тебя Сани не догоняли Если много спусков У тебя есть Я думал просто веревка какая-то Ну можно с веревкой Тогда не догоняет И можно с палками Тогда она тебя Все таки не догоняет Нас все просят записать Про это видео И мы это Мы уже вот буквально Чуть-чуть сейчас Наши операторы Доделают тесты То есть 15 секундное видео Да-да-да 15 секундное видео Как догоняет И как не догоняет Кстати Тикток Вот так догоняет Вот так не догоняет Спасибо С вами был Сергей Савельев Кстати Если мы про зимние походы Говорим Мы наверное Это не сказали Что есть же все таки Популярные Ну не то что популярные Но люди еще практикуют Зимний велотуризм Да Есть такие сердцы И мы просто Про Байкал говорили Как раз таки Тоже мои друзья Туристы Вот они зимой Пересекали Байкал На велосипедах Я бы сказал так Что просто Многие ходят В велопоход Просто в зимних условиях В основном тут и так и так И по шоссе И по грунтовкам И фроуд Да То есть народ На футбайке можно ходить По зимникам ходят Да Ребята ездили тоже Питерские Они ходили Поход на Чукотке Мысшмитта Певек Тоже на футбайках Зимой вдоль побережья По льду Они катили Ну кстати футбайк Насколько я Вот тоже Он точно для этого Активно применяется Но он очень В том числе исторический Это была идея в том Чтобы можно было ходить В велопоход По снегу Была кстати даже попытка Соло похода Женщина Пыталась на южный полюс На трайке Слушай Так по моему Кто-то даже ездил На фете Доехал Не на фете Ездили да Но вот там была идея Что женщина И соло И типа ансаппорт Это без забросок А так я думаю Что это технически Вполне себе возможно На северной Вряд ли Слишком полыни много А на южной нормально Используемся Современными Средствами связи И попробуем Позвонить Егору Ковальчуку Ну давай Егор-то как раз таки У него-то и был Проект Дорогами памяти По-моему Который назывался Вот они как раз Доехали до Колымы Да Они вроде бы Хотели дальше Еще по Чукотке Не знаю Почему у них не получилось Вот Но там они ехали Жестко Минус 40 Я видел фотографии Ну это Пассионарии Ну серьезно Это же Мне кажется Мы во многих вещах Вообще Когда собираются люди Которые не первый год Что-то делают И у них спрашиваешь там Ну а как вы обычно ходите Не знаю Куда-нибудь Что вы вообще зимой делаете Мы такие Ну мы там Берем два полтинника Веревки Кошки И отдыхаем Человек который этим Никакой не занимался Конечно надо как-то Это попроще делать Это уже получается Не то что отдых Вот такие походы Это действительно Какие-то экспедиции И какие-то там Очень много спортивных целей Уже ставятся тоже Не то что В удовольствие Будет ехать в минус 40 Тут недавно Какой-то испанец В прошлом году что ли Ехал с Магадана Тоже на велике По-моему он так и не доехал В итоге Бросил эту затею На велосипеде Еще конечно прикольная тема Это зимний кемпинг Так Расскажи что за зимний кемпинг Тот же самый Только зимой Это в смысле Ты на машине когда куда-то Да То есть приехать в красивое место Ставишь там Какой-нибудь Тентипи Или там Лаву Или чего хочешь С печкой Да у тебя внутри тепло Можно на этой же печке готовить И ходишь Оттуда гуляешь На чем хочешь На лыжах На снегоступах Не знаю Рыбу ловишь Дети в снежки играют Ну и все дела И самое главное Что в этом деле Главное Это чтобы была печка Ну с печкой то конечно Повеселее все будет То есть мы тут вот например Мы как бы закрыли Осенний сезон Открыли зимний сезон В школе туризма Вот мы брали Палатку с печкой Типи На сколько человек Нас было 21 Числится 15 человек Реально легло 17 А может даже наверное больше И это было прям вообще класс То есть там внутри все сушится Такая атмосфера Знаешь что это как Действительно в индейском типе Очень прикольно А на пол что там Ковриков да Коврики да Ну там пол у нее Отстегивается В принципе можно пол ставить Не ставить Ну с полом конечно поприкольнее Да и коврики Сейчас будем такую штуку В январе практиковать Ну и на печке там можно Жарить Варить Картошку Да блины жарить Захотелось Это надо картошечку С собой нести На 20 дневного человека Не картошка не прикольна Потому что запаха больше А вот блины мне кажется В типухе пожарить Вообще кайф Нет собираешь Просто людей В походу Каждый с собой берет Две картошки Ну а мы так делали кстати Раньше Чищенные желательно Да можно вареную брать И там ее жарить Либо этот Не в рюкзак Кто замерзнет Картошку бери в тепле Классно Еще финскую свечу делаешь Большую И на ней блины жаришь Зимой Финскую я попробую Сейчас сделать В Красной Поляне Пойду куда-нибудь в лес Я ни разу не делал Мне все интересно Мы-то каждый выезд делаем В той или иной форме Ну финская свеча Это такой костер Когда ты В общем-то Раскалываешь чурбак Пенек на три части Ну или бензопилой Так запилы делают А ну все понятно Крестом Ну мы не бензой делали Мы как раз на четыре части Кололи Вот и да Потом их вместе Опять соединяешь Скручиваешь Да чем-то там Не знаю Хомутатель Адвоката Егорова Ну там есть всякие Если ты любитель Бушкрафта И индейца То можно там Типа корень елки Не знаю Корень елки Да Либо проволокой Которой для воздуховодов Физуально Ей скручиваешь Вот да И в центре разжигаешь И она у тебя В общем горит Да как свечка На ней можно как раз готовить Уху на ней готовят обычно Уху Какой-нибудь Все что долго варится Рагу там какой-нибудь Блины жарить Глинтвейн варить Что-то мы о еде Да все В зимний поход тоже можно нормально есть Если про лыжи подкаст То там примерно В первой четверти Звучит слово титанал А все остальные подкасты Там сразу Еда Где-то Под конец Чай из елки Сделать опять же Ты Тимур По Чукотке путешествовал По-моему На оленьих упряжках Я ехал на оленью упряжке За прицепленной К вездеходу И как тебе? Очень тяжело В противогазе ты ехал? Да Нет Это так было ради прикола Да Ну а чукотские нарты Олени Они же Они очень легкие И очень верткие А еще ездят за вездеходом Там соответственно Попадаешь вслед от вездехода Который остается И получается Я ехал так Что у меня один полос Был в этом следу А второй полос Был рядом по тундре То есть она была Вот такая перекошенная И там пришлось конечно мне очень хорошо Побалансировать Ну к своей чести Я не упал А рядом на второй нарте Ехал чукша Он упал? Ты ехал лучше чем он? Нет Никто не упал Такие вещи были Ну я на длинные расстояния Не перемещался Хотя один раз Была возможность у меня Не на оленьих нартах А на собачьих нартах На собачьи упряжки Уйти в поход Но к сожалению Я улетел на работу Так что не состоялся у меня Наверное да Единственный поход На собачьих упряжках Должен было быть конечно очень здорово Ну тоже народ практикует Ездит Сергей вот у тебя недавно вышла Школа зимнего туризма На канале спортмарафон В ютубе А у Тимура была школа тундры Давайте устроим небольшой баттл Сергей задает каверзный вопрос Тимуру про школу тундры А Тимур задает Сергею Каверзный вопрос Про его школу зимнего туризма Я не смотрел его ролики Я сразу ставлю дизлайк И закрываю Да кстати надо парадокс Что мы оба то другое целиком не посмотрели Так что не будет баттла Не не я смотрю Мне самому интересно С технической точки зрения Что там Сергей может Интересного сказать И какая то вещь была Новая кстати Недавно я видел Что то что я не знал А так в принципе Многие вещи я знаю Ну да Ну логично ты же хочешь Ну понятно да Это для народа там Очень хорошо рассказано Конечно мне понравилось Что технические советы Мне еще понравился заход Про тундру Что ты мне кажется Один из тех людей Которые с географической точки зрения Что то объяснили вообще Хоть в одной лекции Которые мы Ну или соответственно в проекте Промоционный климат Я помню Мы записывали это в студии Так Каверзный вопрос да Да Желательно Будет серия Про то как пописать в пургу Пописать в пургу Надо бы записать Да кстати Обычно в пургу Правда не видно Что ты конкретно делаешь Еще хуже Там другая Да Как по большому сходить Берешь лопату Строишь стеночку Такие вещи то серьезненькие О да У нас на самом деле Второй сезон Планируется как раз С такими всякими Суровыми экспедиционными штуками Ответочку будешь давать Мне только всегда интересовало Я летом то по тундре мало ходил Мне всегда было интересно Как так сделать Чтобы не идти все время Выше колена по воде У нее же треть Или какая серия Вдоль сопочек Вдоль сопочек да Избегать прохождения В долины В самой низкой части Спасибо вам за эту беседу Было весело Надеюсь у ней будет полезное зерно Для наших слушателей Но если нет То они хотя бы посмеются Над двумя путешественниками А если они и зерна не будут И не посмеются Значит Я то свои деньги За подкаст получу Спасибо Спасибо Пока Удачных зимних путешествий Спортмарафон Аудиоверсия Подкаст об аутдоре Активном образе жизни Путешествиях Приключениях И снаряжении Для всего этого Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok